Пишем? Угу. Пишем? Пишем? Угу. Приветствую всех, кто смотрит это видео. Меня зовут Дима. И отдельный привет моим подписчикам. Сегодня видео для тех, кто не умеет отжиматься на брусьях. И вы через неделю сможете в полной амплитуде отжаться один раз. Много статей, где пишут, берите, отжимайтесь от пола, каждый день, через день, туда-сюда. Да. То есть акцент идет, грубо говоря, на ваши грудные, трицепсы и все. Полный бред. Какой смысл? Если у вас нет мышц, по идее, у вас торчат кости, вы худой или толстый парень. Или девочка, не знаю. Вы не можете отжиматься на брусьях. Смысл вам делать одни и те же отжимания, к примеру. Вам нужно качать все тело. Вам нужно заняться этим серьезно. Чтобы вам кто-то расписал программу тренировок. Или взять мою программу тренировок в домашних условиях. Так вот, вы взяли программу, начинаете уже заниматься неделю-две. И вот потом, в день грудных, трицепса или дельта, вы, вернее, вы, делаете такие упражнения. Нужно делать отжимания от пола. Если вы не имеете отжиматься от пола, у меня есть видео, где я учу отжиматься от пола с нуля. Это вообще жесть, конечно, но все же... Дальше. Это было первое упражнение. Второе упражнение – это отжимания от пола, но не совсем от пола. От какой-то поверхности. От возвышенной поверхности. Объяснить. Вы можете взять две гантели с весом, кинуть их на пол и отжиматься. То есть, чтобы ваша амплитуда отжимания была не просто от пола ровненькая. Вот сейчас покажу так в профиль. Не просто вот так, и отжали. А когда вы становитесь на какую-то хрень, берете в руки, это вы отжимаетесь больше, растягиваете ваши грудные и дельты. Третьим вашим упражнением будет это подтягивание. Без него вы не сможете отжиматься на брусьях. Если у вас нет мышц, то толком вам от грудных, дельт или трицепса. Вам нужно качать все тело. Поэтому подтягивание и отжимание от пола – это база для ваших брусьев. Если вы не умеете подтягиваться, опять же, у меня есть видео на канале, где оно вам поможет научиться отжиматься. Научит вас подтягиваться. Если вы делаете эти все упражнения, которые я сказал, на протяжении двух недель, я думаю, вам уже можно переходить к брусьям. До этого на брусьях не смейте подходить даже к ним и близко. Иначе возможны травмы. К примеру, вы уже нарастили немного мышц, укрепили свои связки, сухожилия. Мы все же привыкли к физическим нагрузкам. Короче, если вы уже вошли в это русло спортивное, теперь можно переходить к самим брусьям. И пробуем отжиматься. Наденем очки для крутизны. Сразу настоятельно рекомендую, в первый раз не запрыгивать на такие брусья, как вот эти. Это единственные брусья, которые мне попали сейчас на пути. Потому что мне здесь просто понравилась эта площадка. Они до хрена высокие. Я советую вам начать с низких брусьев. Пойщите во дворах или дома, купите себе брусья, зацепите на низ. Ну, где-то на уровне пояса вашего. Где-то вот здесь. Чтобы вы просто могли подойти, взять и попробовать отжиматься. Без вот этих запрыгиваний всяких. Иначе могут быть травмы. К примеру, мы залезли на брусья. Висим. Если вы первый раз это делаете, попросите вашего друга, чтобы держал вас сзади или придерживал вас за ноги. Чтобы вы попробовали сделать первый негатив. То есть, опускание в эту амплитуду. Попробовали, повисели кропаль и выжимаем. Ну, в принципе, это просто как дважды два, но все же. Чтобы увеличить ваше количество отжиманий на брусьях, я советую делать сначала негативы. Делайте негативы на брусьях с вашим другом, чтобы он помогал вам, не помогал, а наоборот, усложнял вам задачу момент опускания. То есть, негативное движение в брусьях. То есть, вы опускаетесь вниз, но с утяжелением. Он вас берет за пояс и немного тянет вниз. Вам будет тяжелее опускаться. Тогда ваши мышцы и плечевой пояс подготовятся к такой нагрузке, чтобы вы свой вес, а то сможете спокойненько выталкивать. Это потом уже, когда пройдет некоторое время, это не один месяц, я вам скажу. Вы сможете вешать на себя, вешать на себя сможете отягощение. Это в виде пояса на пояс, какой-то крюк или цепь, а дальше вес за блины, или это рюкзак с бутылками, с водой. Не важно, какое отягощение, это уже на ваш выбор вкус и цвет, ваши возможности. И делайте негативы и выжимания с друзьями или со стула. Если у вас нет друга, советую это делать дома. Или же взять какую-то платформу. Но вам нужно возвышение вот здесь, чтобы вы могли сюда стать ногой в случае чего. Стали на... допустим, здесь есть какая-то хрень, к примеру. Стул или что, Сталик? Выжили. Отошли от нее и все, делаем отжимания. И как только что-то вы не можете, Стали на нее и все. Ваша страховка, залог вашего здоровья. Ну что, ребята, надеюсь, это видео было для вас полезным. С вами был Дима Воля. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok